Один из лучших игроков в истории белорусского футбола Александр Глеб завершил свою карьеру. Об этом бывший полузащитник Батэ Штутгарта Арсенала и Барселоны объявил накануне, сразу после закрытой премьеры, наш Глеб. Двухсерийный фильм нашей коллеги Анны Эйсмант покажем и в эфире телеканала Беларусь-1 17 марта, сразу после панорамы. Ну а пока о природной скромности легендарного игрока и о том, что зрители увидят в документальном фильме, расскажет Андрей Козлов. Этот вечер с самого начала становился особенным, ведь центральное событие закрытое премьера биографического документального фильма Анны Эйсмант «Наш Глеб», на которую пришли селебрити из мира спорта. Однако герой картины вскоре даст очень важный инфоповод, но пока о персоне Александра Глеба звучали слова подобного качества. Нет, брат уникум, и он, конечно, сделал просто невероятные вещи. Тот Глеб, который был в арсенале, это легенда. Мне просто очень нравилось, как он играл. Наверное, на двух игроков я с большим удовольствием смотрел, на него и на Зидана. Герой фильма появился в компании супруги своей семьи. Глеб себе не изменил настроением, поделился абсолютно со всеми присутствующими. Ну не часто у нас это факт про спортсмена, фильмы снимают. Глеб заслужил? Сто процентов. И на самом деле день был такой и с утра насыщенный, и у нас еще маленькие детки и так далее. Поэтому, в принципе, все как всегда, но он более, да, он волнуется, я думаю. Может быть, он это и не показывает, но мне кажется, что все-таки чувство волнения у него присутствует. Александр Глеб играл без привлечения в лучших клубах мира. Конечно, болельщики запомнят нашего футболиста по выступлениям прежде всего за лондонский арсенал. Но, безусловно, именно Борисовский клуб, наверное, стал все-таки знакомым в карьере нашего футболиста. Но именно в Барселоне, несмотря на то, что такой игротский опыт получился не самый хороший, Александр Глеб смог поиграть с лучшим футболистом современности. Презентация фильма прошла по всем законам кинопремьер. Перед гостями закрытого показа выступили главный герой материала Александр Глеб и автор Анна Эйсмант. И затем все погрузились в увлекательное путешествие по городам и странам, в историю которых ярко писал свое имя лучший футболист Беларуси в 21-м столетии. Отец держит на руках своего ребенка. Но в силуэте узнаешь Александра Глеба. И понимаешь, эти моменты известны только узкому кругу его близких и родных. Трогателях момента в фильме было достаточно, о чем признавался Глеб уже после просмотра. Я считаю, главный характер, именно хотеть этого, стремиться к этому. Сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что в его карьере было все. У него хорошая карьера, но я хочу сказать, что в Глебе есть намного больше того, что он нам показал. Одни из лучших тренеров современности, от Венгера до Гвардиолы, звездные партнеры по клубам, от Лемона до Фабригаса, стали участниками картины. Глеб с автором побывал в знаковых точках Европы. Эмирейтс, Лондоне, база, Штутгарта и те места, где он становился большим футболистом. Когда здесь присутствуешь и видишь все это, ну, вспоминаешь, в душе приятное и в то же время немного тоскливое. Почти два часа пролетели незаметные. После фильма Александр Глеб, который был тронут работы, признался журналистом. Карьера в большом футболе завершена. Символично, что эти слова он произнес именно в этот вечер. Было ощущение, что вот, по сути, ваша карьера становится такой увлекательной летописью. Ну, то, что мы сейчас увидели, это можно назвать летописью. И увлекательно, и здорово, и эти возвращения на родину, возвращения в Батэ. Это незабываемо, это всегда останется со мной. Энергетика такая. Не знаю, я сидел вот за эти ручки в кресле, держался, просто как будто, знаешь, сам переживал каждый моментик. Очень ровно в течение всего фильма я шла мимо, как бы, то есть со стороны наблюдая, давая зрителям просто какие-то наводки, но не рассуждая ни о чем. Я только вот в финале позволила себе эти эмоции. Это уже было мое авторское. Той Ани, которая знает Сашу более 15 лет, и которая так же, как и все наши болельщики, следила за его карьерой, болела. Я тоже человек, я тоже болельщик. Борисовский Батэ, Штутгарт, Арсенал, Барселона, Вольсбург, Бирмингем. Вновь Батэ и не раз. 80 матчей за национальную сборную. Кроме того, победа в Лиге чемпионов и титулы различных турниров. Мы должны гордиться тем, что видели, как классно играл футбол, а это вид спорта номер один на планете, Алекс Глеб. Фильм о, безусловно, великой карьере великого футболиста будет показан в эфире телеканала «Беларусь-1» 17 марта, сразу после «Панорамы». Агентство Тельновостей